Функции в Хаскеле являются объектами первого класса. Слово первоклассное означает, что мы можем использовать функции где угодно. Мы с вами уже знаем, что мы можем использовать функции в качестве аргументов функций, однако мы можем также функции упаковывать в контейнеры любой природы. Давайте посмотрим, как это делается на примерах. Скажем, у нас есть стандартный контейнер, который зовется список, и внутрь этого списка мы можем положить произвольные функции. Ну, естественно, одного и того же типа. Например, давайте положим сюда функцию умножить на 2, дальше функцию плюс 5, и еще, например, функцию возведения в квадрат. Это все сечение операторов. Возведение в квадрат. Это все сечение операторов. Естественно, что поскольку функции не могут выводиться в терминал, они не являются представителем класса типа в шоу, мы не можем сейчас нажать Enter и получить какое-то значение, но мы можем спросить про тип этого выражения. И вот мы видим, что тип этого выражения следующий. Это список, в котором лежат функции из типа А в тип А, где на тип А наложено ограничение, контекст, что это должны быть числовые значения. Таким образом, мы получили некоторый полноценный список, который содержит внутри себя функции. Список функций. Ну, что с этим списком можно сделать? Ну, например, мы можем этот список зазиповать. Скажем, мы можем взять, вызвать функцию zipWith. Возьмем в качестве зипующей функции оператор применения доллар. Теперь возьмем наш список, который мы только что и ввели в качестве первого аргумента. Таким образом, операция доллар поднимает функцию. Ну, и теперь мы должны какие-то значения передать туда. Ну, давайте передадим значения. 1, 2, 3. Что у меня произойдет? Единица умножится на 2, даст двойку. К двойке применится функция добавления пятерки. Получается семерка. Ну, и, наконец, 3 у нас возводится в квадрат. Получается девятка. Функции, которые принимают значения некоторого типа, а возвращают значения того же самого типа, в математике имеют специальное название. Они называются эндоморфизмами. Мы можем описать такие функции с помощью специального класса упаковки. Этот класс описан в стандартной библиотеке в модуле Моноид. И называется эндо. Эндоморфизм. Эндоморфизм упаковывает такую функциональную стрелку внутри себя. То есть тип из А в А. И для того, чтобы упаковать, используется конструктор данных энду. Для распаковки используется метка полей ап-енду. Для чего реализован этот самый тип эндоморфизма однопараметрический? На самом деле оказывается, что эндоморфизм является представителем класса типов Моноид. Можно написать представителя Моноида для эндоморфизма. Действительно, если у нас есть две такие функции, то мы можем сделать из них композицию. Композиция двух таких функций тоже будет иметь тот же самый тип. То есть композиция, скажем, умножение на 2 и прибавление пятерки будет иметь тот же самый тип NUM A, A стрелочка A. Что и два элемента композиции. То есть у нас на множестве функций задается бинарная операция. Композиция. Какой же нейтральный элемент для этой функции? Понятно, что нейтральным элементом, который ничего не изменяет, служит функция ID. Итак, наши эндоморфизмы, что является простым обозначением для функции, у которой область определения множества значений это одно и то же множество, наши эндоморфизмы являются представителем моноида. И мы действительно можем посмотреть на представителя моноида для класса, для типа endo. Он записывается очень просто. Mempti это функция ID, упакованная в контейнер эндоморфизма. А что касается функции mapend, то это просто композиция двух функций f и g, упакованных опять же в контейнер эндоморфизма, упакованная в контейнер эндоморфизма. То есть второе уравнение. Сначала с помощью сопоставления с образцов мы вынимаем функции f и g из контейнера эндоморфизма, а затем, выполнив их композицию, вкладываем обратно в контейнер. Теперь мы уже можем выполнить конкатенацию нашего списка с помощью стандартной операции mconcat. Ну как это делается? Берем наш список. Во-первых, мы должны упаковать все функции, которые у нас здесь имеются, из a в a в контейнер endo. Для этого, как мы помним, мы используем map и передаем endo как прост функцию одного аргумента, которая принимает значение из a в a, а возвращает нам упакованную в эндоморфизм элемент. Теперь у меня получился список эндоморфизмов. Список эндоморфизмов мы можем сконкатенировать с помощью функции mconcat. Это стандартная функция интерфейса моноида. Ну вот мы видим, что тип этой функции это эндоморфизм. Мы из списка эндоморфизмов получили эндоморфизм, просто выполнив композицию всех этих функций. Ну, теперь результат мы должны вынуть из этого самого эндоморфизма. Для того, чтобы вынимать результаты из эндоморфизма, мы должны воспользоваться функцией вынимающих, значение из контейнера up and do. Ну давайте примерим еще к нашему предыдущей строке up and do. Ну, теперь у меня получается функция, вынутая из эндоморфизма, из a в a. Что делает эта функция? Она берет некто, принимает некоторое значение, а дальше выполняет последовательно те операции, которые описаны в списке. Возводит в квадрат, прибавляет пятерку и умножает на 2. Ну, давайте передадим сюда в эту функцию четверку. Теперь уже, наконец, мы можем вычислять результат нашего выражения. Передаем в сконструированное нами выражение четверку. Что получится? Четверка заведется в квадрат, получится 16. К 16-ти бравится 5, получится 21 и умножится на 2. Результат получится 21 на 2, 42. Итак, мы познакомились с вами с классом типов, который зовется маноид. Может показаться, что маноид просто некоторая математическая абстракция и то наблюдение, что многие типы являются маноидами, а представителями класса типов маноид, это просто некоторое математическое свойство наших библиотек, типов, с которыми мы работаем. Не особо полезное на практике. Однако, на самом деле, у маноида есть и полезные практические применения. Давайте вспомним, какими свойствами обладает маноид. Если у нас есть список маноидов, то мы можем его конкатинировать. Более того, про этот список известно, что операция конкатенации ассоциативна. Это значит, что в процессе свертки этого списка, в процессе выполнения функции concat, для любого маноида, совершенно не важно, каким образом расставлять скобки. А это значит, что любая библиотека, которая знает, что ваш тип, лежащий в списке, является маноидом, любая библиотека, скажем, параллельных вычислений, она может легко конкатенацию большого списка распараллеливать с помощью наиболее эффективной стратегии. Вы передаете информацию о том, что в вашем списке лежит маноид, делаете ваш тип данных представителям класса типов маноид, а эффективная библиотека распараллеливания пользуется тем, что порядок выполнения операций не важен, и поэтому она может разбить список на два, если у вас есть, скажем, два процессора, и первую, и вторую половину его разложить по разным процессорам.